Позвольте представиться, Сетяков Тимур, я буду вести сегодняшний наш вебинар. Мой коллега Сергей Федулов, он содокладчик, он будет отвечать на ваши вопросы в чате, так что можете спокойно, параллельно к нашему общению задавать. Сергей будет отвечать, что он не успеет ответить. Ну, разберем тогда в конце вебинара. Вебинар на сегодня посвящен теме собственной генерации. Выгодно это или нет? Как я уже сказал чуть ранее, технология, она широко известная, далеко не новая. Но от этого она не перестает быть эффективной. И тема нашего сегодняшнего вебинара посвящена в меньшей степени тому, что такое когенерация, в меньшей степени тому, как устроены теплоэлектростанции, а в большей степени тому, как вам простыми какими-то алгоритмами, расчетами примерить, насколько эта технология будет выгодна именно вам, именно вашему предприятию. Вот мы постараемся такие инструменты вам на этом вебинаре дать. Если какие-то вопросы у вас появятся, на которые мы не сможем ответить на нашем вебинаре, то с 4 по 8 октября у нас будет стенд на выставке стенда FC-030 на АГПодмаши. Приходите, сможем более подробно пообщаться, разобрать ваш случай уже в деталях. Буквально в двух словах о компании Аксилот. Мы входим в группу компании Аксилот. Аксилот – производитель программного продукта для автоматизации складских операций, процессов. Компания Аксилот Тех поставляет оборудование. То же самое для автоматизации складских процессов и операций. Здесь у нас начинает все, что можно и известно в этой степени. Это шарфовые системы, системы с кранами, что берем, лифтовые системы хранения, конвейерные, сортировочные системы, погрузочная техника. Сами мы ее возим. Ну и вот оборудование для собственной генерации, о котором мы сегодня будем говорить. В России мы представляем немецкую компанию ИТВ «Энергитехник». Хорошо известная компания в Германии и благодаря нам уже тоже известна в России. Достаточно много у нас объектов. В настоящий момент порядка 40 установок работает на территории России. Первые машины уже подходят к промежуточному ремонту. Мы проводим в этом году несколько. То есть тоже референция у нас большая. Ну и, конечно, в своей сервисной службе мы осуществляем монтаж, ремонт, сервисное обслуживание того оборудования, которое продаем. Что такое когенерация? Здесь такая простая принципиальная схема. Внизу это типичный случай производства, когда вы либо сами производите тепло, либо покупаете тепло. При производстве тепла, ну, предположим, сжигается тот же самый газ, мы должны собрать тепловые потери. И кто-то производит электроэнергию, какая-то там тепловая электростанция, там, не знаю, атомная электростанция. Там тоже какие-то могут быть тепловые потери, которые выбрасываются в воздух. При собственной генерации, здесь у нас получается первое преимущество в том, что мы, жилье, газ, производим одновременно электричество и тепло, плюс машина стоит непосредственно в близости к вашей котельной, непосредственно в близости к вашему распределительному устройству, минимальные потери на передачу электроэнергии. Что, конечно, закладывается в тариф, когда вы его приобретаете, электроэнергию, здесь у вас этих расходов нет. Ну, вот это в двух словах, почему когенерация выгодна и откуда возникает экономический эффект. Принципиальная схема того, как машина работает. Есть двигатель, он крутит генератор. При работе двигателя он нагревается, мы снимаем тепло с охлаждающей жидкости, с масляной ванной, а снимаем тепло с выхлопных газов. Поэтому одновременно у нас получается и электроэнергия, и тепло. То тепло, которое мы снимаем с двигателя, мы его называем так низкотемпературное тепло или низкоэнергетическое тепло, наверное, не так может быть правильно, его можно использовать для подогрева обратной воды. Как правило, это 70-90 градусов, мы получаем 70 градусов, нагреваем до 90. А тепло, которое идет за счет выхлопных газов, которое мы снимаем с выхлопных газов, его уже можно использовать как на подогрев, так и для изготовления пара. Как это может быть выглядеть? Буквально тоже в двух словах, в нескольких слайдах. Это контейнерное исполнение. Самый простой вариант. Стоит один контейнер. В контейнере может быть двигатель от 400 до 2, ну, 2,5 мегаватт. Генератор может стоить на 400 вольт, на 6,3 кВт среднее напряжение и на высокое напряжение. Это может быть каскад из нескольких контейнеров. Здесь, например, стоит у нас два контейнера, которые производят электроэнергию. Один котел для утилизации выхлопных газов. И в данном решении клиент попросил нас использовать высокое напряжение. Сергей, я сейчас не помню, там среднее или высокое. Наверное, это не так важно. Отдельный контейнер – это для высоковольтной ячейки. Все можно поместить в контейнеры. Получается очень хорошая мобильная схема. Подходит для установки к уже действующим предприятиям. Ну, и может быть, конечно, также и используем при строительстве новых объектов. Как выглядит контейнер? Что он состоит? Внутри два отделения. Машинное отделение, стоит двигатель, стоит генератор. Это вот в левую такая большая часть. Фильтры вентиляции. Что здесь еще? Пластинчатый у нас теплообменник для отъема тепла с двигателя. Это станция замены масла, подкидки масла. Рядом справа будет машинное отделение, операторское отделение. Оно отделено от машинного отделения дверью, чтобы оператор мог комфортно внутри работать, делать какие-то свои задачи, ему определенные нарезанные. Контейнер здесь, надо отметить, конечно, непростой. Это не просто транспортный контейнер. Это специально изготовленный, расширенный контейнер, чтобы обслуживающему персоналу было удобно ходить в нем внутри, ремонтировать, обслуживать двигатель. На верху, так называемое, навесное оборудование. Это глушитель, это теплообменник выхлопных газов, сама выхлопная труба, притяжная вентиляция и аварийный теплообменник. Нужен для того, что если в каких-то случаях вам можно электроэнергия, а тепло не нужно, то это тепло можно отводить в окружающую атмосферу. Второй вариант исполнения – это модульные. Если у вас уже есть помещение, вы не хотите ставить контейнеры, пожалуйста, можно поставить двигатель, генератор на раме. На отдельной раме пойдут шкафы управления, на отдельной раме пойдут масляные станции, отдельно будут поставлены теплообменники. В данном случае вам это все надо будет поставить в помещение, обвязать трубами, обеспечить вентиляцию, обеспечить систему пожара, тушения, поставить какую-то выхлопную трубу. При закупке такой комплект, конечно, стоит дешевле, но при конечном запуске вполне может быть и дороже. Почему? Потому что у вас уйдет больше времени на саму установку и обвязку, у вас большее расстояние между отдельными компонентами, кабели, трубы могут быть весьма дорогостоящие. У вас должна быть труба более высокая, это уже более серьезное инженерное сооружение. Одно дело труба, там 10 метров она высотой у контейнера, другое дело она должна там на какие-то 5 метров, не знаю, 3 метра возвышаться над зданием, в котором стоит все это оборудование. В результате контейнер можно смонтировать за 2 недели, а обвязку у вас этого оборудования в помещении может занять 2 месяца. С учетом того, что эти 2 месяца машина может работать и приносить вам эффект, в общем-то результат может быть значительный. Надо сказать, что из нашей практики, ну порядка, наверное, 90-95% все-таки выбирает контейнерное исполнение. Смотрят, сравнивают, убеждаются, считают, ну и приходят к контейнерному исполнению. Основные узлы, еще раз быстренько видно генератор слева направо, наверху шкафа управления, полностью русифицированное меню, двигатель, внизу можно посмотреть паровой котел, далее, как выглядит контейнер изнутри, видите, достаточно широкий проход, там свободно проходит человек. Удобно ему обслуживать и двигатель, и генератор в случае необходимости, и какие-то там электрические теплообменные части, и станция обмена масла. Вот, хотел здесь вас поблагодарить за внимание к нашей технической части, и теперь переходим к основной теме нашего вебинара. Что мы сейчас видим? Это подчасовка, подчасовка, которую вы все знаете, которая у многих есть. Сколько мы, сколько предприятие потребляет электроэнергии, в какие часы и в какие даты. Если мы перейдем к графическому виду, несколько, может быть, удобному, то мы видим, что начальные часы там с нулевого часа по седьмой у нас предприятие не работает, минимальное потребление в районе 400 киловатт, но дальше пошла нагрузка, и там в пике она может достигать порядка 1,9 мегаватт. Дальше, что мы делаем? На этот график мы должны наложить мощность нашей установки. Здесь есть одна особенность, что двигатели в газопошневых установках работают от 50 до 100% нагрузки. Это мы должны учитывать. То есть, если ваша нагрузка, ну, предположим, наша машина мегаваттная, или вот как здесь, например, 2-мегаваттная, а нагрузка на вашем предприятии меньше 1 мегаватта, то двигатель будет отключаться, он не будет работать. Если мы, например, для нашего употребления подберем максимально, вот мы знаем, что у нас мегаватт 900, давайте возьмем 2-мегаваттную машину, да, можем ее взять, но окажется, что она замечательно будет работать с нашими пиками, но с нулевого часа до 9-го часа, да, и последние 2 часа она на предприятии работать не будет. То есть, это неэффективно получается для нас. Очень много электроэнергии нам придется добирать из сети. Что в этом случае делается? Ну, самый простой вариант, конечно, взять машину по меньшей мощности, график спустится вниз, какие-то часы мы захватим, либо ставить 2 машины. В чем здесь преимущество? В том, что мы сразу опускаем нижнюю границу. Если, например, мы поставим 2 машины по 800 кВт, то нижняя граница у нас опустится до 400. И окажется, что буквально 4 часа, нет, даже у нас сколько, 3, ну, первые 2 столбика у нас окажутся неохваченными. Во все остальное время мы будем пользоваться нашими двумя установками. Останутся у нас какие-то небольшие пики в часы максимальной нагрузки, их мы также можем брать с вами из сети. Таким образом, двигая вот эту графику, мы можем с вами определять или подбирать ту мощность установки, которая нам нужна. Если у вас такого графика нет, предположим, но вы прекрасно знаете, что у вас минимальная нагрузка такая-то, максимальная нагрузка такая-то, то уже можно понимать, что какой-то определенный объем электроэнергии вы можете производить сами. Например, у вас минимальная нагрузка 400, максимальная 800. Все, вы берете 800-киловаттную машину, и она у вас может работать полностью круглые сутки постоянно. Как производится дальше расчет? Расчет мы делаем на основании энергобаланса. Было ваше предприятие, вот в правом уголке, такое большое, разноцветное. Вы покупали электроэнергию, либо сами производили тепло котельное, сжигаете газ, получаете тепло, либо покупаете тепло. В данном случае это не принципиально. Дальше появляется новый объект в нашем энергобалансе, теплоэлектростанция. Она дает тепло, она дает электроэнергию, но потребляет газ. Как мы будем с ней здесь обходиться, как мы будем учитывать эти расходы? Еще раз, что у нас идет в минус? Это потребление газа и эксплуатационные расходы. Что идет в плюс? Это электрическая мощность и тепловая мощность. Дальше, собственно говоря, все просто. Мы берем паспортные данные на двигатель, они есть в открытом доступе, каждый производитель вам их может предоставить. В этом нет никакого секрета. Здесь очень мелко, поэтому я сделал чуть покрупнее. Видим. Это пример для 800-киловаттной машины. При загрузке 100% машина выдает 800 киловатт, потребляет 189 метров кубических газа и дает тепла 918 киловатт. Тоже здесь я хотел обратить внимание, что, в общем, так, можно считать, что сколько газопрошневая электростанция дает вам электроэнергии, столько же она дает тепла. Если у вас нагрузка снизилась, то тепла будет меньше. Здесь, как правило, производители дают 3 ступени нагрузки, 175-50. Ну и видно, что на 75% мы даем 600 киловатт электроэнергии, и тепло у нас тоже снижается. И здесь надо отметить, что КПД, конечно, электрически ухудшается. Чем нам меньше мощности у нас работает двигатель, тем относительно больше мы тепла производим. Как раз вот поэтому и не стоит эксплуатировать двигатель, даже если была бы эта возможность на нагрузке меньше 50%. У вас сохраняются те же самые моточасы, у вас сохраняется то же самое регламное обслуживание, то есть стоимость обслуживания машины у вас остается той же, КПД электрически у вас ухудшается, соответственно, окупание сползет вниз. Дальше, интервалы регламента обслуживания. То же самое, на каждый двигатель, у каждого производителя. Ну, я не буду говорить, давайте сейчас о каждом производителе. Мы работаем с компанией МВМ. У компании МВМ есть такие графики. Прописаны жестко. На какое-то, сколько нужно запасных частей, их стоимость, сколько стоят сервисные работы по проведению ДТО. Можно на эту графику ориентироваться. Вот, а дальше идет очень простой расчет. Мы знаем потребление газа в нашей установке. Здесь я взял, как пример, две машины по одному мегаватту. Умножаем на стоимость газа. Получаем наши расходы по газу. Эксплуатационные расходы. Там была табличка. Оттуда мы берем стоимость запасных частей, стоимость работ. Здесь мы еще учитываем, конечно, это масло на замену, масло на угар и охлаждающую жидкость. Получаем, сколько у нас стоит эксплуатации машины. В том числе до капремонта. Можно брать без капремонта. Мы обычно, честно, берем с капремонтом. Получается какая-то сумма. В данном случае 1546 рубля. Электрическая мощность. Машина может на 100% производить две машины, да, две установки у нас здесь. Почти 2 мегаватта электроэнергии. Умножаем на стоимость электричества. Ту, которую вы покупаете у вашего сетевого поставщика. Получаем ответ. То же самое тепловая мощность. Как здесь мы делаем. Если машина производит тепло, и эту энергию тепловую мы передаем вам, например, подогревая обратную воду, то ваша котельная будет тратить меньше газа на подогрев воды от 70 до 90 градусов. Считаем, что отдача одного метра кубического газа 1-10 кВт в час. Тепловую мощность машины делим на 10 кВт в час. Сейчас закладываем какой-то КПД, который есть у котла. Получаем условный объем газа, который высвободился у нас, у вас в тепловом балансе предприятий при вводе нового элемента газопышневой электростанции. В данном случае 229 метров кубических. Умножаем на стоимость газа. Получаем экономию от сэкономленного газа 1630 рублей в час. Дальше все это складываем, вычитаем. Умножаем на количество рабочих часов в год. В данном случае мы берем 8 тысяч. Получаем 76 миллионов рублей. Что такое 76 миллионов? Для нас с вами, как для сотрудников, получающих зарплату, 76 миллионов – это просто сумма замечательная и великолепная. Что это значит для предприятия? Много это или мало? Для этого мы делаем еще две оценочных таких процедуры. Первая – рассчитываем окупаемость. Наверху мы видим 175,50%. Это наша электрическая нагрузка. Слева в столбике 100% – 75,50, 25,50 – 0 – это тепловая нагрузка. Реальное потребление или реальная работа машины, предположим, это где-то 80-90% по электрической нагрузке. Ну, как правило, так. Тепловой может быть 60-70%, если вы используете только на отопление. Таким образом мы с вами будем двигаться в интервале от 30 до 20 месяцев окупаемости. Вопрос есть такой, конечно, что если такая окупаемость сумасшедшая, почему тогда все не вкладываются в эту технологию, если она дает сумасшедшую окупаемость? То есть мы с вами здесь делаем первичный расчет. Первичный расчет только для самой установки. Безусловно, ее надо накладывать на условия вашего предприятия. Сколько будет стоить у вас проектирование? Насколько у вас сейчас подходит электрическая схема для установки этой машины? Насколько далеко можно машину установить от вашей котельной, от ваших трансформаторов, да, на предприятие? Сколько стоит рабочая у вас сила? Стоимость инвестирования денег. Но если мы с вами на данном этапе получаем окупаемость 20 месяцев, естественно, мы можем двигаться дальше и уже добавлять эти расходы по тому алгоритму, который принят на вашем предприятии. Если мы с вами здесь уже получили окупаемость 50 месяцев, да, ну все, тогда проект для вас просто неинтересен. Еще хочу сейчас вернуться на один слайд назад. Тоже интересная оценка. Мы посчитали, сколько мы зарабатываем с вами на электрической мощности. Получается 12 тысяч рублей в час. На тепловой мощности порядка там 1600. То есть при том соотношении, которое есть сейчас на данном предприятии, стоимость тепловой мощности, в общем-то, или ее, как бы, взнос, да, окупаемость достаточно небольшая. В данном случае порядка 15, по-моему, процентов. У кого-то может быть 20, у кого-то может быть 30. Но цифры плавают для нашей страны, для нашего соотношения цены электричества и газа в этих границах. То есть если вы 30% тепловой мощности летом, там, да, весной, осенью выбрасываете в атмосферу, в общем-то, на вашей окупаемости скажется не сильно. Но, естественно, если у вас тепло идет, да, и технологии, то вы результат улучшаете, ну, совсем, как, получаете не лишние деньги. А теперь, если мы возьмем, например, Германию, где у них газ стоит не 7, а 70 рублей за метр кубический, то получается, что в ситуации там с Германией, или в ситуации очень дорогого газа, тепловая мощность может давать действительно очень серьезную добавку к окупаемости установки. Такой график я еще построил. Что он нам дает? Он тоже нам дает один инструмент для такой экспресс-оценки. Мы видим, что когда стоимость электроэнергии равняется стоимостью газа, это единица, ну, у нас получается 30 месяцев окупаемости. Если у нас газ увеличивается в цене, а электричество там дешевеет, например, газ на 20% дороже, чем электроэнергия на графике, это цифра 0,8, то мы уже уходим в 34 месяца окупаемости. А если у вас вдруг сложилась ситуация такая, что у вас электроэнергия стоит дороже, чем газ, ну, эта технология будет для вас однозначно очень выгодна. Это вот еще один аргумент, такой показатель, который можно сразу пощупать. Сколько у вас стоит электричество, сколько у вас стоит газ. Если газ до 20% дороже электроэнергии, ну, можно смело начинать дальше рассчитывать, все будет хорошо. Если больше, ну, тоже можно начинать, потому что у вас, может быть, нагрузка хорошая, может быть, у вас постоянное потребление. Вот, но если он стоит там на 50% дороже, чем электричество, ну, наверное, сразу можно от этой идеи отказываться. Опять же, если электричество дороже, чем газ, надо все бросать и быстрее устанавливать теплоэлектростанцию, окупаемость будет замечательной. Второй такой критерий, который позволяет вам быстро пощупать окупаемость, это стоимость электроэнергии. Часто нас спрашивают, а сколько будет стоить 1 кВт часа на теплоэлектростанции, если мы сами будем производить электроэнергию. Ну, тоже здесь все просто, из тех самых цифр. Мы знаем потребление газа, считаем, сколько у нас стоит, сколько мы тратим на потребление газа при работе нашей машины. Мы знаем эксплуатационные расходы, складываем, делим количество произведенных киловаттов, получаем число, в данном случае 2,42. В нашей практике вполне реальное значение лежат где-то для мощных машин от 2,4-2,5, если мы берем машины менее мощные, ну, может быть, до 3 рублей. Ну, то есть 2,5-3 рубля вы можете брать как ориентир. Дальше вы знаете, сколько электроэнергии стоит у вашего поставщика, получаете вашу экономию в год. С ней уже можно что-то для себя подсчитывать, понимать. Интересно это вам, неинтересно. Графикчик внизу, что мне тоже, чем он понравился, нашел в интернете, это был прогноз по росту тарифов на электроэнергию в нашей стране. Вот в 2021 году они прогнозируют 7,3 рубля, ну, что, в общем-то, очень похоже на действительность. Ну, у кого-то он стоит 6, да, у кого-то он может стоить и 8, в нашем примере, у нашего клиента, он стоил 7,1, то есть совпадает. И отсюда видно, если прогноз дальше будет также идти, что в 10-летней перспективе электроэнергия увеличится еще там в 2 раза. Что говорит о жизнеспособности технологии собственной генерации, распределенной энергетики и ближайшее обозримое будущее. Ну, хорошо это для нас, наверное, может не очень хорошо для экономики, трудно сказать. Но всегда вот при росте электроэнергии у нас будет оставаться возможность на ней экономить. Еще несколько таких вам, может быть, примеров, чтобы было понятно, когда такой генерации выгодно, когда ее можно применять на действующих объектах. Компания Спортмастер, почему они этой целью вообще озаботились? То есть строилось новое предприятие, им дали стоимость подключения к электроэнергии настолько невероятно большую, что им за эти деньги удалось поставить собственную генерацию, а дальше уже экономить просто на электроэнергию. Машины работают здесь в так называемом астрономном режиме, без подвода электроэнергии от внешних сетей. В данном случае две машины. У них там стоит еще несколько объектов, питается центральный распределительный склад, у них питается дата-центр, вот, что здесь, какие особенности у нас есть. Если мы говорим об автономном энергоснабжении, то, конечно, должно быть резервирование по мощности. Должно быть две установки. Одна установка работает, вторая должна находиться в горячем режиме. Если что-то случилось с машиной, она стала пошить, если нам надо привести ЭТО, то, конечно, объект не должен остаться без электроэнергии. Здесь нужен второй контейнер, вторая машина, второй блок, который в это время будет замечать первый. Следующий очень важный момент, который нужно при астрономном режиме учитывать, это график нагрузки двигателя. Двигатель может воспринимать нагрузку, и как в том числе сброс, нагрузки только в определенных рамках. Есть такой график, и мы из него увидим, что, например, на набор мощности 25% нужно определенное время. Первая ступень, от 25 до 40, в следующее время. Если мы вдруг набросим нагрузку больше, по процентам, сразу 50, то двигатель заглохнет. Если мы сбросим нагрузку сразу 50%, то двигатель заглохнет. Если вы хотите или планируете работать в автономном режиме, если у вас есть какие-то мощные потребители электрические, то надо вводить на предприятие специальный менеджмент включения и выключения этих установок, чтобы мы включались не одновременно, а ступенями запускали производство, а также ступенями его выключали. То есть это вот такая негативная особенность автономного режима. Ну, может, не негативная, просто ее надо учитывать, ее надо знать. Второй пример, тоже достаточно распространенный, когда электроэнергия стоит в регионе дорого, и клиент просто говорит, я хочу экономить. В данном случае галлический автокрановый завод поставили два контейнера, два по 800, исключительно с целью экономии. Не было никаких вопросов с снабжением, у них там три фидера подходят к предприятелю, и все нормально. Именно за счет установки этих машин они получили хороший экономический эффект. Что у них там происходило? То есть данные две машины могли производить, ну, и могут производить, да, объект сейчас в работе, ему можно и посмотреть на него, поехать. От 320 до 1600 киловатт, напряжение 400 вольт, по тепловой мощности 344 и 1722 киловатт. Температуру мы грели до 90 градусов. Почему здесь указано 320? Да, я говорил, что от 50 работает двигатель до 100%. В кратковременном режиме можно устанавливать и просадку двигателя. То есть если вы знаете, что у вас там машина или потребление 400 киловатт, ну, может быть, там что-то стрельнет на минуту-две и чуть ниже. Чтобы двигатель у вас не останавливался, можно сделать уставку в программном обеспечении, чтобы в это время двигатель все-таки работает. Это, да, не полезно для двигателя, это плохо для двигателя, но так можно поступать, чтобы установки работали более ровно у вас. Программное обеспечение ТВ это позволяет. Тот объект, о котором мы можем, или аналогичный объект, о котором мы уже говорили, строится предприятие, то же самое электроэнергия строит здесь и не йошево, и проблема с самым качеством нейроснабжения. Часто происходят обрывы сети старой. Собственник решил установить, поставить свое нейроснабжение комплексное. Нам было выдано техзадание обеспечить минимальную, да, например, номинальную мощность и на расснабжение 400 кВт, максимальную 2,4. Пара была необходима всегда не менее 2,5 тонн, то есть даже если машина не работает, то мы все равно должны были производить этот объем пары, он нужен был для технологии, ну и тепло для отопления 300-1000 кВт. Как эта задача была решена? Мы поставили три установки по 800 кВт, таким образом закрыли всю необходимую область электропотребления, поставили два котла. Слева вы видите котел, который работает только на выхлопных газах. Справа, интересно, котел гибридный. Он может работать как от выхлопных газов, так мы там установили и просто обычную горелку газовую, которая в том случае, если электроэнергия вообще не производится, как мы уже знаем в этом случае, тепло не производится, мы могли бы давать предприятию необходимых 2,5-2,5 тонны пары. Еще одна особенность. Необходимо было поставить пиковую котельную. Что это такое? Это, наверное, еще один такой подводный камень для технологии, которую нужно учитывать. Предположим, зимой и ночью. Вам электроэнергии не нужно. Машины работают на минимуме, а то и вообще не работают, а тепло для отопления вам нужно. Для этого всегда должен быть предусмотрен пиковый котел. Да, он будет не такой мощности, как ваша котельная, но так иначе он должен быть. То есть это еще ограничитель такой, о котором вы должны знать. Ну да, что здесь. В результате мы сняли с каждой машины по 800 кВт электроэнергии, 407 кВт нашло на отопление, и снимали по 500 кг в час с паром. С выхлопных газов и тысячи мы выдавали уже с гибридного котла, но по-другому здесь не получалось. Так или иначе, экономия налицо. В двух словах о программном обеспечении. Пожалуйста, здесь еще на русском языке. Можно увидеть на верхнем рисунке, сколько комплекс производит электроэнергия, сколько машин работает. Вот это зеленое окошко. Видите, сейчас две машины работают у клиента. Сколько они производят, сколько они должны производить, сколько они работают, какое напряжение по фазам, сколько произведено пара. Вся статистика у вас есть, которую вы можете брать для учета потом и оценки эффективности использования этой технологии. Если у вас есть параметры, такие как стоимость газа, стоимость электроэнергии, минимальное и максимальное энергопотребление, пожалуйста, с этой информацией можно уже к нам обращаться. Мы подберем, в каком первом приближении мощность, рекомендуемую, можем произвести в первом приближении расчет. Если вы будете на выставке Акопор Думаж, пожалуйста, заходите к нам. С этими данными, без этих данных мы с вами можем более глубоко рассмотреть технические вопросы какие-то, мы с вами можем прочитать экономику. Ну и в заключение, что я хотел еще раз суммировать, то есть что теперь можно сделать и что вы можете знать. Теплоэлектростанция производит, стоимость киловатта электроэнергии, которую производит электростанция, 2,5-3 рубля. Вы знаете, за сколько вы покупаете, вы знаете, сколько эта электростанция может у вас поработать и дать вам киловатт электроэнергии. Вы считаете уже доходную часть. Если она интересная, дальше можете работать. То есть вы уже можете грубо пощупать эту цифру, сколько это получится. Если вы нам дадите ваши подчасовки, то тогда мы конкретно для вашего предприятия произведем тоже такой приблизительный расчет, который ваши экономисты могут уже переносить на более серьезные какие-то таблицы, где будет и рабочая сила учитывать, и амортизация, экономия, и прочие-прочие расходы. Исходная информация у вас уже будет. Можем вас свозить на какие-то действующие объекты, аналогичные тому, что нужно вам. Это машиностроительные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, обработка пластика, работа параллельной сетью, автономная работа. Есть у нас режимы, когда на машины запрограммены так, что они могут сами выходить в автономный режим при падении напряжения в сети, сами потом выходить на режим параллельной сетью, и туда и туда автоматически переключаться. Есть у нас, когда работает один контейнер, есть у нас, когда работает там три контейнера, есть у нас с паровыми котлами, есть без паровых котлов, есть контейнерное исполнение, есть модульное исполнение. То есть практически всю шведу этих технологий мы прошли, аналогичные какие-то объекты мы уже запускали и эксплуатируем. Спасибо тогда всем за внимание, что делили нам время, провели это время с нами. Мы готовы с удовольствием ответить на ваши вопросы, показать вам действующие какие-то наши объекты, провести расчеты. Звоните, обращайтесь, будем искренне рады. Спасибо вам за внимание.